всем привет вы смотрите передачу актуальная тема сегодня я ее ведущий илья балханов гость в студии дмитрий вениаминович гармаев директор международного аэропорта байкал здравствуйте добрый день ну расскажите что нового может быть какие-то рейсы запускаете да мы сейчас работаем и с радостью хотели бы рассказать о новом рейсе который стартует 19 августа из международного аэропорта байкал рейс улан-удэ владивосток выполняет авиакомпания аврора вы до записи говорили что уже проданы билеты совершенно верно то есть мы конечно переживали за этот рейс потому что очень долгое время у нас не было прямого рейса во владивосток но с запуском компания хотя с запуском рейса я бы хотел авиакомпанию поблагодарить ваш телеканал который ярко это все освещает у нас первый рейс уже полностью продан и второй рейс уже полностью продан то есть спрос и интерес к этому рейсу ну просто ошеломительный учитывая что это большой самолет аэрбаз 319 там 128 кресел то первых два рейса проданных под сто процентов это конечно успех как вы думаете кто летает почему такой ажиотаж а я думаю что во первых сейчас транспортная активность жителей республики очень сильно увеличилась но мы это видим по и по другим рейсам если в 2017 году по сравнению например с 2021 году пассажиропоток аэропорта улан-удэ увеличился в два с лишним раза то есть люди начали летать люди начали узнавать другие города они путешествуют они занимаются бизнесом и все это сейчас ну выливается в новые рейсы владивосток по моему это было логично и мы понимали что связать уландес со столицей дфо очень важно и нужно сам по себе город активный экономически политически в культурном плане поэтому я думаю что именно пассажиры они абсолютно разнообразны этой туристы это и политики и чиновники и бизнес и мы просто люди которые хотят там посетить друзей и родственников и так далее то есть мотивов много люди наконец-то поняли что летать это нужно правильно и интересно и рейс полон да но я сам был во владивостоке и скажу город прекрасный да на самом деле следующий вопрос он довольно популярный среди наших телезрителей вообще в принципе людей смог каково летать смог опасно ли это смотрите очень важная и актуальная тема я могу сейчас сказать так первое авиационная безопасность это приоритет как для авиакомпании так для аэропорта контроль за авиационной безопасностью идет даже не на одном не на двух уровнях многоуровневый контроль и если видимость дает какие-то опасения так скажем к безопасности то рейс конечно задерживается я понимаю людей о том что они нервничают и мы сейчас видим это что задерживаются рейсы но нужно отнестись к этому с пониманием но могу сказать что именно по аэропорту улан-удэ вчера позавчера мы так скажем выстояли такой серьезный натиск мы принимали запасные воздушные суда из иркутска потому что погода в улан-удэ позволяла рейсы идущие в иркутск приземлились в улан-удэ потому что видимости в иркутске не позволяла и находились в режиме ожидания в улан-удэ мы сделали все возможное для того чтобы люди максимально комфортно были размещены понятно что когда у тебя 10 рейсов в аэровокзале находится это сложно но точки общепита работали мы открыли все так скажем двери балконы мы предоставили бизнес-зал полностью его открыли для того чтобы люди могли перемещаться и как можно больше места находилась в аэровокзале и как только иркутск открылся от туманная смога самолеты вылетели пассажиры благополучно улетели я подчеркиваю что именно безопасность пассажиров это приоритет понятно вы говорите что люди вообще в принципе начали больше летать ну в частности в бурятии и по моему в прошлом месяце открыли новый рейс улан-удэ крэн да то есть улан-удэ крэн сам по себе под пассажиропотоку рейс небольшой там летает авиакомпания сила на самолете л-410 17 мест но он знаковый он открыл для нас внутриреспубликанские маршруты если раньше у нас летал только рейс таксимой нижний ангарск но в советское время летали во все районы республики бурятия сейчас мы эту тенденцию хотим возродить показать что полеты внутри бурятии возможны и здесь хотелось бы конечно огромную благодарность выразить правительству республики бурятия главе республики бурятия за то что поддержал этот рейс дал возможность показать что летом такое направление как улан-удэ крэн тумкинская долина востребован сейчас загрузка рейса около 80 процентов поэтому мы думаем что это хороший пример внутри республиканских рейсов понятно как насчет туристов которые прилетают бурятию много ли их как-то немножко притихла тема по про московские чартеры они кстати продолжаются уральские линии прилетает вчера вчера был чартер сейчас уже помните как первый чартер обсуждали и показывали красная дорожка и так далее сейчас это уже обыденное дело люди прилетели их встретили туроператоры везут по турбазам я думаю что стоит точной статистики у меня нет есть точная статистика по пассажиропотоку а по туристам просто интуитивно я вижу что турпоток растет но конечно главный сдерживающий фактор это наверное все таки инфраструктура на побережье и гостиницы но я знаю что этот вопрос тоже решается постоянно над ним работают поэтому я думаю что турпоток только будет увеличиваться я не могу спросить про новый терминал я бы наверное постоянно буду вас спрашивать все ли как и ну во первых как идут дела никаких изменений нету и планировалось по моему следующем 2022 году да мы планируем начать стройку во втором квартале 2022 года сейчас данный момент мы ту дорожную карту которую наметили мы над ней работаем здесь тоже работа идет в очень плотной связке с правительством республики бурятия лично алексей сам будучи цеденов глава республики бурятия помогает и продвигая продвигать этот проект потому что очень много вопросов связано с федеральными ведомствами в москве но сейчас мы смотрим с оптимизмом большие вехи по согласованию с центральным аппаратом росимущества российской федерации мы прошли мы получили согласование в схеме территориального планирования российской федерации подписываем мишустиным здесь премьером нашей страны здесь огромная конечно помощь именно главы республики бурятия который постоянно проект курирует ну мы всегда всегда очень благодарны именно в этом плане потому что работа с федеральными органами власти она всегда достаточно такая трудная да да но 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 она идет она идет мы продвигаемся уверенно работаем и я думаю что сроки которые мы себе поставили не нарушим понятно что еще но вот я хочу узнать про ваши планы потому что как как что не месяц так но новости от вас то есть новые рейсы и так далее что после рейса улан-удэ владивосток вот я бы хотел поподробнее остановиться о единой дальневосточной авиакомпании наверное они слышали наверное разговаривали она создана на базе авиакомпании аврора как раз вот этот первый рейс улан-удэ владивосток он будет выполняться авиакомпании аврора единой дальневосточной авиакомпании во-первых единая дальневосточная авиакомпания сейчас набирает обороты в дфо пока в улан-удэ только один рейс но мы очень плотно сработаем с единой дальневосточной помогаем ей освоиться на территории республики бурятия продвигаем в плотном контакте с их коммерческими производственными службами работы и я верю что в следующем году именно единая дальневосточная авиакомпания себя покажет мы уже обсуждаем в расширении маршрутной сети конечно это в первую очередь магистральное направление как улан-удэ хабаровск потому что все-таки хабаровск это очень большой хаб и хотелось бы чтобы полеты в него расширились но и другие дальневосточные города мы тоже будем обсуждать чита благовещенск и так далее и тому подобное то есть следующий год это год единой дальневосточной авиакомпании в улан-удэ именно касаемо рейсов ну и касаемо больших событий вы это сами уже отметили это конечно начало строительства терминала мы уверены что в 2022 году мы начнем строить этим будет занят весь аэропорт это огромная стройка общие размеры инвестиций 2 и 2 миллиарда рублей мы планируем закончить стройку в декабре 2023 года поэтому работать надо как говорится засучив рукава и расскажем про наш конкурс наверное до розыгрыш да замечательная идея поддержанная авиакомпания аврора и осуществляемая сейчас телеканалом а тв мы разыгрываем билеты во владивосток будет несколько пар бери билетов насколько я знаю там около 8 билетов будет разыграно сейчас 13 августа будет разыграна первая пара билетов туда-обратно и далее мы телекомпания тв совместно с международным аэропортом байкал с авиакомпанией аврора будет разыгрывать еще несколько пар билетов предлагаю всем присоединиться это очень интересно во первых конкурс он честный прозрачный во вторых это приключение владивосток это очень интересное место ну и в третьих есть возможность попытать удачу да так что вся информация в шапке профиля в инстаграме т.в.а. т.в. переходим ознакомливаемся с условиями конкурса и выигрываем и летаем да да все на рейс да дмитрий спасибо что пришли как обычно мы рады вас видеть здесь спасибо огромное вам за помощь и поддержку аэропорта но это была передача актуальная тема до скорых встреч в эфире